Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба Редактор субтитров А.Семкин Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу! Я рад вас всех приветствовать и я думаю сегодня будет уместно с начала самого поздравить всех с праздником. С праздником тем более, коль я проповедую пятидесятников, то с праздником пятидесятницы. С вашим престольным праздником. И вообще с общихристианским праздником, ведь многие проповедники, учителя христианской церкви говорят, думаю небезосновательно, что именно день пятидесятницы, этот старый добрый еврейский библейский праздник Шавуот стал днем рождения церкви. Так что это наш общихристианский праздник. Слава Иисусу Христу! И друзья, я рад приветствовать вас в таком, как сказал Николай, в таком наряде инопланетянина. Для кого-то это очень странный наряд на самом деле, но я скажу так, мы очень разные. И я тоже, когда приезжаю в гости, я думаю, одеть в рясу или как бы по гражданке приехать, может просто в костюмы приехать. Но я думаю, нет, лучше в рясе. Так будет запоминаемей, так будет памятней. Я думаю, что, я даже не спросил, но я думаю, что я первый православный здесь проповедник, да? Да, слава Богу! Люблю быть первопроходцем. И, друзья, так вот, я хочу сегодня поделиться из Божьего Слова и больше даже, думаю, своим свидетельством о славе Божьей. И я также, как и вы, верю в то, что Господь Иисус Христос, Он наш Спаситель, и ни в коем другом нет спасения, кроме Него самого. И что нет для нас другого имени, которым мы могли бы спастись. И нет другого пути, истины и жизни для нас нет. И никто, написано, не может положить другого основания, кроме положенного, который сам Иисус Христос. Друзья мои, я верю в то же, что и вы верите. Я верю в то, чему учат Божье Слово, что Иисус Христос, Он грядет сюда, вновь. И к этому пришествию, как мы называем его, второму пришествию, Церковь готовится. Церковь ожидает своего небесного жениха, Церковь ожидает и очищается. Время начать суду написано с Дома Божьего. Господь будет внимательно смотреть на нас с вами, что мы из себя представляем. Но не по одежке, судит Господь, не потому, что мы носим, или как мы называемся, под каким религиозным соусом мы себя преподносим, но будет смотреть на то, что мы из себя представляем собственно. Помните, что Иисус говорил Никодиму, что если не родишься, не увидишь Царства Божьего. Родишься свыше. Тот старый служитель, он даже и не понимал, о чем говорил Иисус. Я думаю, что многие из вас понимают сегодня. Давайте мы встанем, возлюбленные, сейчас. Стендап, лиз. И мы сейчас помолимся о том, чтобы наш Господь, Он благословил сегодня нас и учил нас сегодня. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, собравший нас вместе под своим святым покровом. Благословен ты, Господь, Бог всемогущий и святой. Наш учитель, наш доставник, учи и наставляй сегодня нас, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобою мы сможем сделать все. Тебе за все слава, честь и хвала. Боже наш, в этот день Пятидесятницы, в этот день, когда миллионы христиан вспоминают то событие, что описано в книге Деяний Апостолов. Сошествие Твоего Святого Духа на Первую Церковь, на Первую Общину. Бог всемогущий, крещение Духом Святым, исполнение силы Святого Духа. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты вчера и сегодня и вовеки тот же. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты сейчас тот же среди народа Своего. Боже, нас облекай силою свыше, исполняясь Своей благодатью. Аминь. Давайте скажем сейчас все вместе следующие слова исповедания веры. «Я верую, верую во единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного От Отца Рожденного Прежде всякого времени Света от Света Бога Истинного от Бога Истинного Рожденного, а не сотворенного Рожденного, а не сотворенного Единосущного Отцу, Через Которого все сотворено Нас ради людей И нашего ради спасения Сошедшего с небес И воплотившегося От Духа Святого И Девы Марии И ставшего человеком Распятого за нас Припонтии Пилате И страдавшего И погребенного И воскресшего И воскресшего В третий день Согласно Писанию И вознесшегося на небеса И сидящего на почетном месте У Отца Своего И вновь грядущего Со славою Чтобы судить живых и мертвых И его царству нет конца И в Духа Святого Господа Истинного и Животворящего От Отца Исходящего Со Отцом и Сыном Равнопоклоняемого И прославляемого Говорившего через пророков Воединую Святую Соборную И апостольскую церковь Исповеду едино крещение И оставление грехов Ожидаю я Воскресения мертвых И жизни будущего века Аминь Аплодисменты Великому Богу Отцу, Сыну И Святому Духу Приставьтесь пожалуйста Друзья мои Слава Иисусу Христу И приветствую вас Конечно же От Моей семьи Я ношу этот клобок Как епископ церкви Но Я не монах И монахом не был никогда Бог миловал Я человек женатый Правильный Шестеро детей Три мальчика у нас С супругой И три девочки Слава Богу И от них от всех Огромный привет вам И вам того же Благоставений Мы знаем Верующие знаем Что дети это не проклятие А это награда от Господа Аминь И друзья мои И конечно привет передаю От тех церквей Над которыми Господь поставил меня Таким пастором Епископом Это украинская реформаторская Православная церковь В Киеве и в Украине А также Российская православная Обновленческая церковь Епископами Епископом которых я являюсь И от наших батюшек Матушек Прихожан Захожан И членов церквей Большой привет всем вам И Просьба молиться Я уже как бы забегаю вперед Прошу ваших молитв За Россию За Украину За Беларусь Чтоб Господь Пробудил славян Миллионы и миллионы душ И я не снимаю Рясы У себя В России В Украине Проповедуя В церквях И участвуя В служениях Различных И порой В уличных Евангелизациях Я в Рясе Но в Белой Не так часто Вообще-то Это моя такая Праздничная Ряса Такая Видите Мне она очень нравится Я люблю белый цвет А вообще-то Я обычно в черном Люди в черном Есть такой фильм Люди в черном Обычно я в черном И это более традиционно И я проповедую Многим На улице Людям И в церквях Приходящих в церкви Людям Православным Христианам Проповедую И говорю о том Что ни в ком другом Нет спасения Кроме как в Иисусе Христе Я выходец С традиционного Православия До 96-го года Я трудился В русской Православной Церкви Московского Патриархата И в общем-то Мой стаж В православии Уже 19 лет С 88-го года Я руководил хором Ну как вот Ваш хор Только мой хор был меньше И там были Сестры постарше Самый молодой Самый молодой Было 65 лет было Моей подопечной тогда И я руководил хором И помогал батюшке А в 91-м году Сам стал священником Это было в Рязани Я служил на приходах В основном в селе В глубинке В провинции Познакомился с жизнью села Рязанщины Потом Брянщины И вот 11 лет назад Господь дал возможность Такую познакомиться С такими христианами Как вы И для меня Это было шоком Признаюсь Что я не ожидал Увидеть братьев Ну не в моей церкви Дело в том Что если бы мне сказали Тогда что Отец Сергий Дорогой Ты будешь проповедовать У пятидесятников Я бы раньше не поверил Я подумал бы Это просто страшный сон Какой-то Наверное Или чья-то неуместная Шутка Я тогда считал Что только лишь На небеса попадают Только лишь Они православные Я думал Что если мы Православные Едва спасаемся То где же Все остальные Вообще объявятся И никакие там Баптисты Тем более Пятидесятники Как я полагал На небеса Не могут прийти Потому что Я полагал так Что баптисты Они хотя бы Потихоньку С ума сходят А пятьдесятники Они буйные И больше всего Что меня раздражало В пятьдесятниках Это их Вот эти вот Тары-бары И прочие Вот эти языки Непонятные языки Думаю Какой кошмар И когда я Познакомился С первым протестантом В своей жизни Живым Настоящим протестантом Где я жил Там одни были православные Где я общался Там были одни православные Я слышал Там баптисты Какие-то Пятидесятники Адвентисты Думаю Ну Хай бог мылую Я думаю Не дай бог С ними встретиться Когда И однажды Один такой Пятидесятник На моем пути Жизненном встретился Он был похож на Порядочного человека Православного Но он кое-что из Библии Сказал Процитировал мне И я понял Наши люди Библию Не знают Значит Не наш человек Значит Не православный Ну не может быть Обычный православный человек Вот так батюшки возьмет И из Библии что-то ляпнет Я говорю Не может быть Я говорю Гриша Вы говорю Христианин Он говорит Да Я конкретизировал Вы говорю Православный Знаете Ленин на буржуазию Он говорит Нет Член церкви христиан Веры евангельской Думаю Какой кошмар Это же даже не баптисты Ну я Я помню Конечно Значит Из уроков По сектоведению Или как в семинариях Говорят Секта еденью Я помнил Что лучше защита В нападении всегда И поэтому Когда он сказал Я испугался Но виду не подал Я сразу на него Стал набрасываться Я говорю Какое же вы христиане Вы какие же вы христиане Говорю Креста не носите Матерь Божьей Почитаете Святым не молитесь Мощей у вас Нет Какой-то там Бенни с хином И все Ну все что я знал Тогда Все я ей сказал Гриша пообещал Исправиться Вы знаете Что из этого родилось Родилось Очень многое Из этой встречи И я богу благодарен За то что Господь Разверну мою жизнь К слову своему Я хочу прочесть Вместе с вами Сейчас Из Книги Деяния апостолов То что мне Очень сильно Тогда В 96 году Стало открываться И касаться Моего сердца И Я хочу прочесть Это вместе с вами Книга Деяний апостолов Первая глава Четвертой Пятой И восьмой стихи Я хочу прочитать Вместе с вами Следите пожалуйста И Пусть Господь Он Говорит Сегодня в нашу жизнь Давайте встанем Возлюбленные Прямо с Библиями Да у вас Окей И Первая глава Деяний апостолов Четвертый Стих Пятый И восьмой Давайте вместе Прочитаем Те Кто пользуется Переводом Синодальном Пожалуйста Вместе со мной Повторите эти стихи Вместе Разом И Собрав Их Он Повелел Им Не Отлучайтесь Из Иерусалима Но Ждите Обещанного От Отца О чем Вы Слышали От меня Ибо Иоанн Крестил Водою А вы Через Несколько Дней После Сего Будете Крещены Духом Святым И Восьмой Стих Но вы Примите Силу Когда Сойдет На вас Дух Святой И будете Мне Свидетелями В Иерусалиме И во всей Иудее И Самарии И даже До края Земли Аминь Представьтесь Пожалуйста Друзья Это Последние Слова Иисуса Перед тем Как Ему Уйти На небо И это Очень важные Слова Я не понимал Некоторые годы Моего христианства Будучи традиционным Священником Я не понимал Ничего О крещении Святым Духом И когда Мне говорили Что вот есть Такие христиане Которые Утверждают Что они Крещены Духом И они Молятся На языках Я очень Сильно Злился Я считал Что это Не от Бога И никак Не может быть Божьим Действием Я Спрашивал Многих Преподавателей Семинарии Академии Православных Преподавателей Они говорили Что Такого Не было Вообще Это Просто Неправильное Понимание То что Сегодня Происходит У писятников Допустим И у Писятничествующих Там Католиков Там Прочих Это Говорят Это Просто Желаемое За действительной Попыткой Выдать Другие Говорили Нет Это Было Именно Молились На непонятных Языках Они Не понимали Ничегошеньки Но Это Было Только Лишь Первом Поколении Когда Еще Не написан Был Весь Новый Завет Потом Это Уже Не нужно Было Вот Два Мнения Я Их Держался И Когда Я Познакомился С писятниками С одной Из церквей Писятнических В Брянской Области И Я Услышал Там Сам Как Они Молятся И Не понимают О чем Они Молятся Я Думал Вот Все Хорошо У них Мне Даже Понравилось Многие Вещи У них Но Вот Это Я Не могу Принять Никогда И Однажды Я Свою Жену Привез Такое Собрание Мне Очень Захотелось Чтобы Она Тоже Посмотрела На Этих Писятников И На Свою Шею Привез Я Потом Мы Когда Приехали Я спрашиваю Ну Как Она Говорит Понравилось А что Говорю Больше Все Понравилось А что Не Понравилось И Представьте К ужасу Моему Ей Понравилось То Что Они Молились На Непонятных Языках То Что Мне Как Раз Ужасно Не Нравилось Думаю Кошмар И Она Мне Говорит К Моему Удивлению Сереж Представляешь А у Меня Такое Тоже Было Раньше Как Вот Тут Я Посмотрел На Свою Жену Как На Инопланетянку Жена С Того Все Нормально Алло Ты Здесь Как Может Быть Ты Что Значит Тоже Такая Она Говорит Нет Я Узнал Историю Своей Жены Представьте Вот Живешь Женой Сколько лет И не знаешь Оказывается Свою Жену Вот Это Открытие Значит Оказывается Ну Пока Мы Еще С ней Не Знаем Много Всяких Тайн Оказывается До тех Пор Пока Мы Не Поженились Было Оказывается Ну До того Как Мы Познакомились Ну Мы Познакомились В Правильном Месте В Правильное Время В Церкви Значит После Служения И Самое Правильное Время Правильное Место Самое Но Значит Она Готовилась Монашки То есть Была Уже Как бы Беспитим Монашка Я Тоже Был Почти Монах Будем Так Говорить Вот И Когда Увидел Ее Я Понял Что Все Мой Монастырь Закончился Классический Случай Сказали Бо Медики Любовь С первого Взгляда Вот Когда Ехали Сюда Я Вспоминал Эту Историю Одному Батюшке Сказали Молодой Человек Подошел И Говорит Батюшка Вот Так У меня Случилось Такое Я С первого Взгляда Влюбился Что Мне Теперь Делать Посоветуйте Пожалуйста Он Говорит Повнимательнее Посмотри Второй Раз И Ну Я смотрел По-всякому И второй И третий Раз Мне Еще Больше Нравилась Она И вот Но Оказывается Пока Мы Еще Не Были Знакомы Она Готовилась Также В монастырь Она Помогала Монашкам В основном Возле Храма Пела Читала В хоре Церковном Тоже То есть Такая Активная Девушка Такая Была И Оказывается Она Имела Переживание Которому Не могла Найти Объяснение Она Тогда Она Читала Новый Завет Но Те место Писания Где говорится О крещении Духом Она Как-то Не понимала И Не открывалась Ей Все это Тем более Что в православии Это не объясняется Никак В традиционном Православии И Друзья мои И Однажды Она Молилась Умом Повторяла Молитву Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешную Такая молитва Обращение К Иисусу Христу Есть в православии Она принята Иисусова Молитва Так называемая И вот Но Она была занята Работой И в этот момент Когда она Не могла Молиться Умом Она стала Молиться Духом Оказывается Повторяя Непонятные слова Они стали Вороваться Из нее Непонятные слова Какие-то Она что-то Стала Говорить И она Ужаснулась Что такое Оно ей Стало Хорошо Присутствие Бога Какое-то Пришло Это как Сейчас я могу Объяснить И вы знаете Что друзья Она подошла К батюшке К своему К священнику За консультацией Так и так У меня Бывает такое Что После обычной Молитвы По молитвослову По акафистнику Канонику Повторение Иисусовой Молитвы То есть Все что Принято Для Как бы Послушницы Или То есть Активного Православного Человека Потом Бывают у меня Молитвы Такие Какие-то Слова Не то Азербайджанские Не то Какое-то Еще Но какие-то Слова Такие Непонятные И я Не знаю Это Говорите Или Не говорите Это Вообще Это Что Игра Или Это Какие-то Серьезные Вещи Священник Напугал Ее Говорит Ты что Какие-то Сектантов Не видела Говорит Ни разу Значит Священник Запретил Ей Молиться Такими Словами И Представьте Когда В 96 Году Когда я Привозил Ее К Песятникам В собрание Познакомил Ее На свою Ше Как я Думал Тогда Она Увидела Это И говорит У меня Это Было Я хочу Это Снова Я думаю Какой Кошмар А сам Задумался Думаю А ведь Моя Жена Она Не знала Ничего И она Мне было интересно Разбирая По Божьему Слову Эту тему О крещении Духом Святым Я удостоверялся В том Что это Правда Но ведь Моя Динаминация Учила По другому Как мне Быть Я Стал Штудировать Отцов Церкви Более Внимательные Не то Что в семинариях Нам преподавали Но то Что Говорилось Ну В других Их Сочинениях В полных Собраниях Допустим Сочинений Того же Самого Иоанна Семену Нового Богослова Блаженного Феофилакта Болгарского Блаженного Августины И прочих Отцов И у них У всех Вышеназванных Я обнаружил Упоминание О том О крещении Духом О том Что Как бы Им тогда Уже казалось Малопонятным Или непонятным В церкви Допустим Блаженный Феофилакт Первый епископ Болгарии Он даже Написал так Что видимо Необходимость В этом даре Уже отпала Потому что Это встречается Но священники Переставали Учить об этом И Друзья мои Однажды Мне очень захотелось Иметь это переживание В своей жизни И Мы же Приехали В собрание Но это не собрание Даже было Это было общение И после общения Мы вместе Подошли Я без ряс Уже просто В костюме Подошли Для молитвы О закрещении Духом Святым На нас возложили Руки Стали молиться Я услышу Моя жена Стала говорить На иных языках Молиться Я аж весь Перепугался У нее какой-то Язык такой был Еще такой Вот Эксперимент Удался Моя жена Стала молиться Чаще Я наблюдал За ней Что будет С моей женой Если на ней Это будет Все хорошо Значит Я буду Прямой Я увидел Что хорошо Действует Человек Расцвел Весь Вот Значит И молится И все Значит И И борщ Хороший Готовит Путик Сердцу Мужчина Да Даже Возрожденного Порой Через желудок Вот И Значит И какая-то Такая Вся послушная Понимаете Дух Святой Знает Как купить Мужчину Даже Батюшку И вы знаете Друзья И однажды Я сказал После такой Молитвы Небольшой Мы с женой Были вместе Я говорю Нина Помолись За меня Я хочу Тоже Иметь Что ты Имеешь Она Говорит Ооо Так здорово Мы вместе Помолились И она Мне говорит Слушай Ты уже Это имеешь Вот У меня Ну как бы В сердце Такое Что ты уже Это имеешь Просто ты Говорит Ну Закрываешь Свою рот И не хочешь Это сказать А мне Страшно Стало Откуда Она знает Ведь у Меня Какое-то Слово Такое Вертелось На языке Ну какое-то Смешное Ну я же Серьезный Человек Я же Взрослый Человек Что я буду Ну неужели Бог не мог Дать какое-то Более серьезное Слово Ну допустим На латинском Языке Или на греческом Или на Арамейском На речи Ну как Что-то такое Возвышенное Я бы Значит Был бы Благодарен А то Какое-то Слово Ну типа Мули-пули-чули-пули Что-то такое Я ждал Более серьезного Слова Для более Серьезных Людей И я говорю Хорошо Ты постой Здесь Я отойду И я скажу Согласился Я сказал Это слово Потом подошел Она говорит Ну как Сказал Ну и что дальше Знаешь Нина Говорю Еще смешнее Слово Какое-то Вот Даже то Было еще Более серьезное Это вообще Какое-то такое Ну ладно Постой Здесь Я отойду Скажу И так несколько раз Я уходил Приходил Уходил Приходил А потом говорю Жена Проверь меня Я знаю У тебя от Бога Проверь меня И слава Она говорит От Бога молись Я говорю Слава Богу Конечно перекрестился На всякий случай Ну мало ли Чтобы удостовериться И вот И вы знаете Друзья И вот Те переживания Незабываемые Конечно Слава Богу За то Что он Дает Духа Святого Тем Кто повинуется Ему И слава Богу За то Что По сей день И в нашем поколении В наше время Дух Святой Так же Находит людей И наполняет нас И дает нам силу Свою славу Иисусу Христу Из истории Православия Из истории Вообще России Украины Есть пример такой Когда священники Ну мои коллеги Будем так Но старшие Братья К сожалению Очень плохо реагировали Вот на вот такие Учения И когда люди Принимали крещение Духом Святым Это даже не то Что крещение Духом Даже когда Библию открывали И начинали читать То многие священники Раздражались Так было на протяжении Почти всей Истории христианства На Руси К сожалению Один священник Современный нам священник Мой знакомый В Москве Он трудится В традиционной Православной церкви По прежнему И он пояснил мне это Следующими словами Он сказал Знаешь Говорит Грамотный прихожанин Это самый опасный прихожанин Но я молюсь И теперь о том времени И я верю в то Что приходит время Когда священники Не будут бояться Грамотных прихожан А будут заинтересованы Как раз В том чтобы люди Были грамотные Потому что Невежественный народ Гибнет Почему священники Многие Наши русские Украинские Священники Боятся Библии Это нетипично Может быть Вот для многих стран Но я знаю Что в разных народах Проблема такая Есть Многие наши Священники По прежнему боятся Распространения Писания Почему Даже вот 21 столетие Казалось бы Радуйся Распространяй Библию Учи людей Слово Божьему Дело в том Что очень много Накопилось В церкви того Что человек Маломальски Знакомый с Библией Он не сможет Это понять И принять Слишком много Противоречий И Обычный выход Такой находят Священники Лучше Библию удалить Так спокойнее жить Как-то Как-то Так вот Поспокойней Как-то Поестественней Ведь допустим Если человек Он читает Божье слово Он не сможет Совершать Допустим К примеру Молитв за упокой Вот я Уже 11 лет Как не молюсь За умерших В смысле За упокой души Умершего человека Некоторые говорят Даже удивляются Приходят допустим На служение Особенно первый раз И они говорят Почему батюшка у вас Вот записочки За здравие А почему нет За упокой Записочек Как-то странно Вы что Вы православные вообще Конечно православные Раньше были Кривославные А сейчас Православные Ну послушайте Ведь Почему вы не молитесь За упокой Я Набравшись Долготерпения Обычно Рассказываю Знаете Граждане Ведь В Библии В Божьем слове Много говорится О молитве Очень много говорится Есть примеры молитв Но нет ни одного Примера Или Практической молитве О упокоении души Нет Возможности Для живого человека В Библии Она никак не описывается Такая возможность Повлиять живым На состояние Посмертное Умерших людей Вот допустим Завтра В Америке Праздник Ну это Особый Такой памятник Наверняка Праздничный Или как особый день Когда вспоминаются Все павшие На полях Сражений Те кто Воевал за независимость Страны Те кто За свободу Демократию В разных странах Погибал Друзья мои И сегодня погибают Даже в этот день Может где-то Кто-то погибает Там в Ираке Где-то еще Друзья Много парней Погибает В мире Но Большинство людей Мы сегодня Наслаждаемся миром Который куплен Был большой ценой Но Друзья мои Мы живые Мы можем Вспомнить О тех Людях Кто пал На полях Сражений Мы можем Как бы Почтить их память Неким образом Допустим Какой-то церемонии Может быть Или минуты Молчания Или что-то еще Сделать Но Какой-то праздник Сделать Допустим Какие-то значки Выпустить Но Мы не можем Молитвами своими Повлиять на их Посмертное состояние Изменить их состояние Вдруг из одного В другое состояние В Библии Говорится о том Что Мы должны молиться За живых людей Везде В примерах Есть молитва За живых За упокой За умерших Есть лишь Одна молитва В Библии Это молитва За воскрешение умершего За его возвращение Все Других молитв нет И Конечно Люди удивляются Но соглашаются Многие православные Слушают и говорят Некоторые мне А вы знаете Батюшка А почему Вот наш батюшка Учит по-другому Вот вы говорите Так А наш батюшка Такая же А все А учит по-другому Я говорю Молите за вашего Батюшку За меня тоже Молились И Господь Помиловал меня Слава Иисусу И Друзья мои Я удивился Одной истории Вы наверное Слышали о духоборах Казематах Нашей православной инквизиции Которая была не менее сурова Чем наших западноевропейских коллег Католической И очень много Даже и порой Есть даже Священнослужителей Погибало За право Чтения Библии И распространения Божьего слова Это было в России 500 лет назад На Красной площади Если кто интересовался Историей Горей и костры На которых Сжигались Не только даже Простые крестьяне Читавшие Слово Божье Но даже и Священнослужители Которые выступали За то Чтобы Библия Была распространяема Чтобы Слово Божье Было читаемо Это Протопопа Алексея И прочие Это большая история То что Сегодня было Рекламировано Здесь Это лекция По истории Христианства На Седодиске Это вы можете Приобрести Потом После Служения Вот такой диск И там есть Другие видео Есть диски И Там много Часов Этих лекций И там Это более подробно Я рассказываю И Друзья мои Официальная Церковь На притяжении Русская церковь Православная церковь На протяжении Многих столетий Держала народ В невежестве Хотя Были Отдельные Священники Что шли Против течения Но течение Их быстро Сносило Как допустим В наше время Уже наше Последнее время Это был Отец Александр Мень Который Не побоялся Поплыть Против течения Его Снесло Очень быстро Но Иисус Сказал Что Я создам Церковь мою И врата Ада В восемнадцатом Столетии На Украине В Харьковской Губернии Тогдашней Один мужик Силуан Колесников Продал свою корову И Купил Новый Завет Он достал Запрещенную книгу В те времена И Друзья мои Когда Он был Он был Неграмотный Но Бог Совершил чудо Он видел Жаждущее сердце Он не мог Закончить Школы Но Бог Его Вразумил Он Получил Дар Даром Чтение Слова То есть Грамотность Получил Даром Он Открыл Библию И стал читать Одним словом И Больше того Он стал Понимать Библию И Когда Он Прочитал Местописание Что Бог Есть Дух И Поклоняющиеся Ему Поклоняются В Духе Истине Должны Он Принял Это Он Принял Это Радикально Он Уничтожил Все Свои Иконы Он Сказал Нет Все Хватит Я Буду Поклоняться Богу Так Как Он Того Хочет Он Жил В то Страшное Время Когда За выход Из православия Полагалось Либо смертная Казнь Либо 25 Лет Каторжных Работ Он Не хотел Ни того Ни другого Он Перешел На нелегальное Положение И В условии Конспирации Вместе С Сыновьями Двомя Своими Кириллом Петром А также И Группа Единомышленников Которые возле него Были Простых Крестьян Они проповедовали Божье Слово В Харьковской Губернии В других Губерниях Соседних На востоке Украины И Друзья Мои Тысячи Крестьян Каялись Жандармы Полиция Давали Бешеные Деньги За его Голову Крестьяне Перевозили Его в капусте В бочках Прятали Его в соломе От полиции И Друзья Мои И Слово Божье Распространялось Это было крещение Духом Святым Они молились В тайных языках Это было В восемнадцатом Столетии Друзья Мои Потом Начались Еще больше Гонения Целые села С Харьковской Губернии Были высланы Либо В Сибирь Многих Проповедников Полиция Поймала И убила Это были Страшные Гонения Сами священники Православные В таких же Рясах Они Возглавляли Гонения К сожалению В то время Особенно Харьковской Губернии Духовной Консистории Во главе С их Архиепископом И Друзья мои Царское Правительство В конце Восемнадцатого Начала Хвадцатого Столетия Решило По сути Сослать Этих людей Десятки Тысяч Людей Сослать В Приазовье Знаете Город Мариуполь Бердянск И вот Между ними Регион Можно назвать Приазовье И в этом Регионе Вода Была Мертвая Непригодна Для питья Земля Ничего не рожало Даже немецкие Колонисты Которые пытались Там что-то сделать Ничего не смогли сделать Владея Технологии Миллиорации Друзья мои На этой земле Мертвой земле Тысячи Десятки тысяч Христиан Христиан Духовных Христиан Как они себя Называли Как их дразнили Духоборы Или Малакани Они молились И Бог Совершил чудо Он исцелил Землю Вода Стала пригодна Для питья Земля Стала рожать Хороший урожай Люди Построили дома Люди Смогли работать Люди Смогли жить Нормально Достойно Царское правительство Забыло про этих людей Считали Что они Либо разбежались Либо Косьми Легли там И каково же было Удивление Когда чиновники С Петербурга Производя Замеры Земель Там Составляя Новые карты Обнаружили Целые села Нигде не отмеченные Больше того Им объявили Что это оказывается Даже Назалежно Духоборье Такой страны Не было нигде Вообще На картах мира И Это было Это были Тридцатые годы Девятнадцатого столетия Но кое-что Перед тем Произошло Дело в том Что в 1833 И Тридцать седьмом Годах Произошли Небывалые События До того Времени Лишь Отдельные Старцы Лидеры Общин Они молились На иных Языках Порой Некоторые Имели Дар Истолкование Но это Было Очень Крайне Редко И то и другое Было Крайне Редко И у них Была Такая Некая Доктрина Такая Своя Уже Состоявшаяся Что Видимо Этот дар Можно получить Лишь Допустим Тем кому Может быть За 70 лет То есть Очень старшим Братьям Которые Лет 50 В служении Допустим Не меньше Вот они Могут А остальные Могут Только на них Смотреть И завидовать И вы знаете Что И в 1833 Году Во время Празднества Когда собралось Множество Мужчин Они делали Как буквально Израиль дел В те далекие Времена Когда собирались На богопоклонение Мужчины Все Все Мужчины Это было На праздник Пасхи На празднование Пасхи На праздник Шевуот То есть Пятидесятницы И также На Сукот Праздник Поставления кущей Они называли Это праздником Божьего покрова И дальше Они все Мужчины Собирались Десятки тысяч Мужчин Собирались На одно поле И проставляли Бога Порой это было 2-3 дня Они просто пели Они называли Это родение То есть Многие из них Были такие Харизматы Я так понимаю Родение То есть Это было С балалайками С танцами Апоката Я не знаю Ну И Представьте Во время одного Из родений Таких Проставлений Бога Дух Святой Излился Массово Десятки Тысяч Людей Стали Молиться На иных Языках И не только Старшие Но и Младшие И простые Пацаны Стали Молиться На иных Языках В 1837 Году Это повторилось В еще Большем Масштабе И Следователи Утверждают Что до 100 Тысяч Человек Сразу В один День Стали Молиться На иных Языках Во время Большого Собрания Это было Потрясающим Событием Не имеющим Аналога Это было За много Лет До Пробуждения Здесь в Америке На Азуза Стрит И когда мне говорят Некоторые Сегодня в Москве Допустим Что Ооо Мы знаем Песятники А это Американская Секта Интересно Говорю Ха-ха-ха Надо еще Разобраться Откуда Все Начиналось И Вы знаете Что Друзья Вот Те люди Что Пережили Крещение Духом Я вкратце Расскажу Там На лекциях Это более Можно подробно Услышать Бог Спас Эту Общину Несколько Раз Он Спас Спас И от Царского Гнева Эту Общину Потому что Священники Вызвали Огонь На эту Общину Будем так Говорить Их Пешком Гнали В Закавказье На Кавказ Гнали Бог Спас Их На Кавказе Они Были Спасены Молитвой Много Раз Потому что Они молились На их языках И Те Горцы Чеченцы Там Кто-то Еще Они Хотели Убить Этих Людей Они Прискакали На конях С оружием Но Когда Эти люди Стали Молиться На Иных Языках Видя Смерть Неминуемую Эти Горцы Были В шоке Они Видели Этих Людей Первый Раз И Слышали Их Говорящих О Боге На Иных Языках На Языках Горных Народов Которых Даже Не было Переводчиков В те Времена И Вдруг Тысячи Людей И Молиться На Их Языках Разных Народов Там Было Много Маленьких Племен Языки Которых Были Очень Странные И Друзья Мои Их Оставили В живых Потому Позволили Им Жить И Один Из Этих Братьев Ну Вернее Даже Не Один Это Была Группа Братьев Они Молились И Бог Сказал Как Времена Апостолов Буквально Повторилось Встаньте И Идите Через Перевал И Придете В другую Землю И Будете Там Божье Слово Проповедовать Они Обратились К этим Местным Горцам К Проводникам И Говорили Переведите Нас Туда Они Говорили О Crazy Russian People Туда Нельзя Вообще Идти Потому Что Там Горный Перевал И Даже Опытный Проводник Туда Не Пойдет Сейчас В В такое Время Года Там Неминуемая Смерть Вообще Но Эти Братья Они Стали Молиться На Языках И Они Пошли Через Перевал Они Прошли Живыми Они Пришли В Армению И Когда Спустились Гор Первое Армянское Село Встретило Ихак Богов Потому Что В такое Время Года С Гора Никто Не Приходил Вообще Никогда В жизни Они Устроили Праздник Зарезали Теленка Там Все Приготовили Но Самое Важное Они Покаялись И Это Село Стало Первой Миссионерской Станцией Началось Армянское Пробуждение И Это Было Потрясающе Потом Был Случай Когда Мальчик По Фамилии Клубникин Он Хорошая Фамилия Так Вкусная Фамилия Мне Очень Нравится Вот Это Место Мне Очень Нравится И Он Получил Откровение Такое Он Видел Видение Этот Мальчик Неграмотным Был Он Три Дня Видел Видение Ему Дали Карандаш Бумагу Он Просто Тупо Слепо Перерисовал Как Было Все Дали Взрослым Грамотным Людям Те Ахнули Там Было Послание Для Христиан Армении И Там Утверждалось Послание Что Будет Великое Истребление Армянского Народа И Утверждало Чтобы Люди Те Кто Уверовал Те В ком Дух Христов Чтобы Они Покинули Эту Землю Перед Началом Этой Страшной Бойни Кто-то Поверил Кто-то Посмеивался Они Напили Сладкого Вина Как Всегда По По-разному Абли Истребили головорезами, мусульманскими, которые истребили миллионы простых людей, ни в чем не повинных. Вся вина, которая была лишь в том, что они армяне были. И, друзья мои, тот мальчик по имени Клубникин, по фамилии Клубникин, он не только переписал послание, но еще и перерисовал географическую карту. Да-да, там была географическая карта, потому что грамотные люди, посмотрев, они увидели там, это была карта. И указано было, куда идти, откуда мальчик мог это знать. Он это точно никак не знал. В этом был тоже удивительный промысел Бога. Потому что, идя другим путем в другие города, в те времена их арестовали бы и отправили бы, и все, они бы не смогли бы пройти. Но Бог создавал такие условия в каждом городе, что они могли пройти там. Они прошли всю Европу. По карте, которую нарисовал Клубникин, они должны были пересечь океан, достичь восточного побережья Америки. Но не оставаться там, потому что стрелки вела дальше. Через всю Америку, сюда, в Калифорнию. И они пересекли всю Америку. И однажды, да, армяне пришли в не очень хорошее время сюда. Там были армяне, украинцы, русские. И они, когда пришли сюда, в Калифорнию, здесь было мало работы, здесь было много голодно, и у многих были проблемы. И армяне не знали языка, и они нанимались, как правило, чистить конюшни. И однажды кто-то, добрый человек, сказал, слушайте, друзья, вот там на Азуза-стрит есть большая конюшня. Там много этих американских коней всего наделали. Можете чистить ее, и всем армянам там работы хватит. И армяне пошли туда. Но когда они доходили, пошли по Азуза-стрит, им сказали, извиняйте, хлопцы, уже все. Теперь это уже не конюшня. Теперь это уже церковь. Черная община купила эту конюшню, вычистили. Ну, правда, все ароматы еще стояли там уже, еще. Но они теперь там уже молятся, уже Бога проставляют. Но в этих ароматах конюшни, знаете, Дух Святой сошел. И армяне, украинцы, русские, те, кто выходили тогда, друзья мои, они были свидетелями величайшего пробуждения здесь в Америке. Слава Иисусу Христу! И я очень рад за... Я солидарен с Владимиром Франчуком, который, исследовав эту историю, он задался вопросом и сказал, Некоторый вопрос ставит так, он говорит, откуда пришло это пробуждение? С Украины, с России, с Армении или с Америки? Но это вопрос неправильный, говорит, оно пришло, говорит, с неба. Слава Иисусу! И сегодня Господь, Он изливает Своего Духа Святого на всех жаждущих. Друзья мои, Иисус сказал, это записано у Матфея, 22 глава, 29 стихом. Записано, заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Чтобы нам не попасть в заблуждение, или же, если попались, то, чтобы выйти из заблуждения, необходимо две вещи. Первое, знание Писания, познание Слова Божьего. И второе, немаловажно, это познание живого Бога, личностного живого Бога, силы Божьей. И, друзья мои, потому что без этих двух крыльев не поднимется церковь. Потому что это два важных крыла, важнейших крыла. И сегодня и задач современной реформации, я об этом более подробно проповедовал там, на другом побережье, в этот раз во Флориде. Джексон Вилли. И я думаю, что будут эти записи, я более подробно рассказывал, говорил о задачах современной реформации. Что необходимо сделать церкви в целом, чтобы, ну, встретить жениха, будем договорить. Это по Божьему слову все. И я назову лишь некоторые моменты, что важнейшие моменты, это освободиться от многих заблуждений, которые просто-напросто смешались с истиной, на протяжении многих столетий смешивались с истиной. Для православной церкви, для католической церкви, для некоторых протестантских церквей на Западе, ну, для вас это на Востоке, получается, значит, в Европе, я имею в виду. И для здешних тоже, я думаю, некоторых христианских церквей очень будет важным узнать, что именно ни в ком другом нет спасения, кроме как в Иисусе Христе. И всякое многобожие, которого много накопилось в историческом христианстве, это, как говорил отец Александр Борисов, наследие средневекового миросозерцания должно быть просто оставлено христианами. Мы должны осознать тот факт, что един Бог, как написано в первом постане к Тимофею 2.5, един Бог и един посредник между Богом и человеками, это кто? Сам Иисус Христос. И поэтому не другим ходатаем я молюсь, а именно единому Богу. Друзья мои, я не молюсь Богородице Святым, и меня спрашивают, батюшка, вы православный? Я говорю, конечно, православный, раньше был неправильной ориентации. А сегодня мой путь истины и жизни, это сам Иисус Христос. Если мне сегодня скажут, батюшка, пойдемте помолимся с нами, Богородице, или Святому Николаю, или кому-то еще, я говорю, нет, спасибо, хватит, досыть. Я скажу спасибо, но я молюсь моему Богу, и я знаю, что Он достаточен. Когда Господь там, на Синае, говорил заповеди свои святые, Он говорил первое, что «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Он достаточен. И кровь Иисуса Христа, пролида на кресте Голговском, достаточно, чтобы спасти каждого грешника на этой бедной планете. Слава Иисусу Христу! И помолимся сейчас с вами. Я хочу вас благоставить. И благоставить особым благоставением. По-еврейски, по-православному и по-пятидесятнически. Давайте встанем, друзья. Иисусу Христу! Иисусу Христу! Иисусу Христу! И помилует тебя, да обратит Господь, лицо свое на тебя и даст тебе мир. В имя Иисуса Христа. В имя Иисуса Христа. В имя Иисуса Христа.